Всем огромнейший привет! Я подводила результаты розыгрыша книги Хижина, который устраивала в прошлом видео. Воспользовалась специальным рандомайзером, там вводишь адрес видео и он тебе выдает комментарии тех счастливчиков, которые получат приз. Но надо же было такому случиться, что первые два комментария были не участников розыгрыша, а девочек, которые интересовались моим опытом установки брекетов, просили рассказать об этом поподробнее. Розыгрыш, конечно же, все уже состоялся, книги получили, точнее получат еще от меня Екатерина и Регина, я уже с девочками списалась, поэтому думаю, что скоро книги будут уже у них. А я давайте расскажу о брекетах, так как когда я опубликовала пост в инстаграме, сразу после установки брекетов, это было две недели назад, то получила такое огромное количество комментариев. Оказывается, очень много моих подписчиков уже прошли через это, кто-то еще проходит, а кто-то хочет исправить свои зубы. И я решила рассказать вам все подробненько. Вообще история у меня с зубами не очень простая, из-за того, что в 11 или 12 лет я потеряла два передних зуба, и мне постоянно с ними что-то делали, то пломбировали, то потом вообще они у меня выпали полностью, и мне поставили штифты туда. И если бы не эти зубы, я бы в принципе, наверное, не комплексовала за свои улыбки, так как те зубы, которые у меня кривые, нижние, их в принципе при улыбке не видно, при разговоре их особо не видно. Но именно из-за вот этих двух зубов я всегда вот так вот скрывала свою улыбку или улыбалась для фотографий всегда без зубов. И я как-то даже не задумывалась о том, что зубы можно мне исправить, как-то выровнять, я просто их ненавидела. Я смотрела в зеркало, думала, господи, почему мне так не повезло с зубами, за что мне это все? Тем более эти два зуба, которые мне делали, они как-то отличались все равно на фоне остальных. Может быть, это было заметно только мне, но все равно вот я смотрю на свои прошлые видео, их видно, видно, что это не мои зубы. Это как-то, в общем, куча у меня комплексов была. Я всегда считала, что мои зубы ужасные, их никак уже не исправить почему-то. Я не знаю, кто-то мне это рассказал или я где-то это прочитала, что брекеты помогают там до 20, максимум до 25 лет, когда зубы еще молодые, когда они еще там растут как-то, а потом уже сделать ничего нельзя. Я была на 100% уверена, что мне уже ничего не поможет. Я просто ненавидела свои зубы, да, ничего не делала для их исправления. Хорошо, что у нас друг стоматолог в Белоруссии, мы как-то жили, и он мне хотя бы залечивал пломбы с этими зубами, как-то мне помогал. Иначе я бы вообще к стоматологам не ходила, я их боялась, и вообще как-то для меня это все было страшно-страшно. А потом случилась такая вещь, в феврале я познакомилась с девушкой, ее зовут Наташа, она зрительница моя, мы с ней благодаря моим видео познакомились, она ко мне приехала домой. И она как раз в этот момент проходила лечение стоматологии тут в Краснодаре и рассказала, что очень долго выбирала разные стоматологии по отзывам. И вот решила туда обратиться, сейчас очень довольна, и действительно здорово полечили зубы. В общем, она мне дала адрес этой клиники. И я туда пошла, когда мы вместе с мужем решили заняться своими зубами, это было весной этого года. Мы туда пришли, и первые слова стоматолога, она мне сказала, надо же у тебя такие хорошие зубы, такие крепкие. Я бы, наверное, ей там пальцы откусила от удивления, я не знаю, я бы язык на раз свой проглотила. Для меня это было что-то вообще, какой-то комплимент такой странный. Я не ожидала, что у меня действительно хорошие зубы. Мне казалось, что они у меня хрупкие, раз уж вот я их поломала, два зуба, да, в раннем детстве. И что у меня вообще кривые косы, и ничего уже с ними сделать нельзя. Я подумала, что ну просто они, наверное, всем такие комплименты говорят, но нет. Потом она мне сказала, что у меня действительно очень хорошие зубы, и что можно поставить брекеты и всё исправить. Я подумала тогда, что, ну, наверное, это очень дорого, у меня как-то денег нет. Я сказала, что давайте об этом поговорим как-нибудь попозже, давайте что-нибудь тут хотя бы с этими зубами сделаем. И тут у меня очень долго стояла коронка металлическая, давайте что-то вот с этим, в общем, сделаем, потом уже о брекетах будем разговаривать. И я как-то думала, что ну это очень дорого, как-то, наверное, с этим стоит повременить. Тем более мы купили квартиру, когда уже там ремонт сделаем, тогда уже, может, задумаюсь о своей улыбке. Но потом так получилось, что я продала один из своих сайтов, и мы с мужем стали думать, куда вложить эти деньги, может быть, поехать в какое-то хорошее путешествие длительное, может быть, вложить вот их в ремонт, хотя дом наш ещё не сдали, только в следующем году мы получим ключи, мы купили в новостройке квартиру. То есть, отложить их на счёт, что делать. И мы, я помню, шли по дороге, муж говорит, давай, наконец-то, нормально займёмся зубами. И тогда я записалась на приём к ортодонту, и я очень вам рекомендую, если вы ещё не знаете, стоят вам брекеты, может, вам они не нужны, может быть, что-то другое вам посоветуют. То есть, просто, если вы сомневаетесь, что можно что-то сделать с вашими зубами, просто придите, проконсультируйтесь с ортодонтом. Я заплатила всего 500 рублей за эту консультацию. Если вы сомневаетесь в правильности того, что вам говорит конкретно этот ортодонт, сходите к нескольким, тогда вы уже точно будете уверены в том, какие брекеты вам нужны, что вообще вам нужно. Мне ортодонт сразу сказал, что с этой челюстью, с верхней мне ничего делать не нужно, мне нужно исправить нижнюю, и не из-за того, что зубки кривые, и это как-то некрасиво, а просто из-за того, что если я этого не сделаю, то один зуб, который у меня неровно рос, он рано или поздно так всё в моём рту нарушит, что я просто вот этих передних зубов лишусь. То есть, пройдёт 5-10 лет, я просто лишусь этих зубов, и я буду очень жалеть, что не предприняла никаких действий раньше. То есть, я пошла на это не сколько там, ради того, чтобы улыбаться красиво, а сколько вот ради здоровья он мне сказал, что если ты сейчас не пожалеешь и вырвешь 4 зуба, которые, в принципе, тебе не особо нужны, 2 – это зубы мудрости, которые не участвуют вообще никак в жевании, и вот этот вот неправильный, который во внутрь у меня рос, и его коллегу, так сказать, с другой стороны, то ты потом просто вот всех передних зубов лишишься. То есть, у меня, в принципе, наверное, не было выбора ставить, не ставить. Я решила, что лучше сейчас отдать какую-то сумму денег, чем потом выдумывать какие-то там вставные челюсти, или я даже не знаю, что сейчас делать. Я просто насмотрелась у моей мамы вставные зубы, моя крёстная зубами мучается, и решила, что вот, да, надо сейчас сложить эти деньги. У меня брекеты, которые называются инкогнито, они выполняются в Германии по индивидуальному слепку, слепку, то есть, это всё делается индивидуально под каждого клиента. Брекеты рингвальные, то есть, они устанавливаются на внутреннюю поверхность зубов, не видно брекеты снаружи, то есть, это не сюда не ставится, а вовнутрь. Расскажу немного о том, почему я выбрала именно эту брекет-систему инкогнито. Дело в том, что я ничего не читала, какие вообще существуют брекет-системы, какие лучше работают, какие быстрее работают. Я просто доверила своему ортодонту, вот как он мне рассказал, что в моём случае это будет самый лучший вариант. Так я и решила делать, в принципе, не искала каких-то других вариантов. Читать отзывы о брекетах я начала уже после их установки, потому что первые три дня я не могла ни о чём другом думать, только о том, что какой-то кибер-робот своими хлешнями железными захватил мои зубы и мешает мне наслаждаться едой, разговаривать. Я даже пить не могла, без того, чтобы боль не чувствовать и в зубах, мне к тому же ещё два зуба вырвали в тот же самый день, и в языке, который расцарапан и весь был до крови, это было что-то жуткое. Я читала, 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 как быстрее адаптироваться к этим брекетам, что лучше кушать, что лучше не делать. И вот я поняла, что брекетонос делится на два лагеря. Одни говорят, что обычные брекеты, самые-самые обычные, самые дешёвые, это то, что надо, то, что доктор прописал, а всё остальное это от лукавого, и что лингвальные брекеты, которых не видно, это вообще бред, там чуть ли не пять лет с ними надо ходить. Тех, у кого лингвальные брекеты, или кто их уже снял, говорят, что нет, вот это самый лучший вариант, и что обычные брекеты, это ужас-ужас, еда застревает, ты не можешь в кафе нормально себя чувствовать, у тебя сразу всё застряло, а если с этими брекетами какая-то еда попала, её не видно, и ты можешь аккуратненько пойти там прополоскать, прочистить. В общем, куча всего я начиталась, и я поняла, что... Хорошо, что я не сделала этого раньше, у меня не было никаких сомнений, я просто установила брекеты. Да, первые три дня я думала о том, что, боже, может быть, надо было обычной поставить, я не готова, мой язык бедный, но сейчас я привыкла, так как мне, в принципе, ортодон сказал, готовься, 10 дней будет тяжело, но потом ты их просто не будешь замечать. Я не скажу, что вот сейчас, две недели прошло, что я прям их не замечаю, но я привыкла, я уже нормально с ними себя чувствую, я, можно сказать, с ними подружилась, я уже даже не помню, как у меня было во рту без них. Да, конечно, приходится тщательно выбирать еду, я не могу есть там яблоко, грушу там кусать, вот что-то такое твёрдое, но в принципе, нормально питаюсь, выбираю пока что там йогурты, пюрешки всякие, что-то мягкое, печенье размакиваю в чай, как бабулька. В принципе, мне вот сейчас нравится, то, как я себя ощущаю, к тому же, по совету ортодонта, я купила такую штуку замечательную, сейчас я вам её покажу. Это называется ирригатор, мне стыдно признаться, но я ничего не слышала об этих штуках, когда мне ортодонт сказал, обязательно купи ирригатор, я подумала, что он говорит, наверное, о какой-то жидкости для полоскания, или о каком-то ёршике, я даже не думала, что это такая штука крутая, вот недавно я её на Озоне заказала, есть всякие там супер-пупер профессиональные, семейные, огромные такие бандуры, которые там классно вычищают зубы водой. А я прочитала, что, в принципе, эта малютка тоже нормально с этим всем справляется, заказала его, Be Well, чего-то там, я оставлю, в общем, ссылку в описании под видео. Мне настолько понравилось, вообще эту штуку рекомендуют тем, не только, в общем, тем, у кого брекеты, но и тем, у кого много коронок, искусственных зубов, то есть какие-то конструкции, чужеродные во рту, так как он хорошо очищает пространство между зубами, и действительно, ты не вычистишь щёткой так, как вот эта штука вычищает. У меня зубы такие, как сказать, кучкуются, в общем, есть, у меня нет пространства, вот как у мужа моего, например, у него между каждым зубом такая заметная щёлочка как бы есть. У меня этих щёлочек нет, мне приходилось постоянно специальной нитью зубной пользоваться, я тоже постоянно комплексовала, где-то сидим в кафе, я бегом в туалет посмотреть, что там, достану эту нитку, там почищу, чтобы всё было нормально, и всё равно нитками, кажется, так не вычистишь, как этой штукой. Так, мне нравится, сейчас вам покажу, как она в натуральном виде выглядит. Вот такая малютка, тут, как видите, две насадки, то есть можно пользоваться вдвоёк, вот это и муж пользуется, это моя насадка, тут несколько режимов, мягкий, пульсирующий и нормальный. Я вначале, когда пользовалась на софт, всегда делала, так как, ну, достаточно так мощно бьёт, это струя воды, у меня вообще, такие чувствительные дёсна, постоянно кровоточили, всё время, как я чистила зубы, постоянно кровоточили дёсна, вот я сколько этой штукой пользую, всего ничего, мне перестали кровоточить дёсна, теперь я на нормальном режиме пользуюсь, как бы я зубы свои сейчас не чистила, они не кровоточат, представляете, то есть, может это какой-то психологический эффект, не знаю, может действительно массаж дёсен помог, и как-то лучше дёсна, в общем, стали у меня. Просто заливаешь сюда воду, хватает одного этого наполнения на несколько зубов всего, то есть приходится раза 4 так наполнять, но в принципе мне нравится, можно с собой в поездки брать, заряжать надо, где-то раз в месяц по отзывам, я пока что всего ничего не пользуюсь, поэтому вот такие у меня пока отзывы, пишите, если кто знает что-то получше, мне пока в принципе устраивает, около 3000 рублей эта штучка стоит. Так, про ирикатор рассказала, о чём ещё рассказать, о том, как мне их устанавливали, это совершенно не больно было, по сравнению особенно с тем, как зубы удаляют, или как привыкал мой язык первые 3 дня, к этим брекетам установка, это просто сказка. Я пришла, когда меня там всё фотографировали, как я улыбаюсь, и анфастом, и профиль, со всех сторон вообще. Потом каждый, чуть ли не каждый зуб, мне там сфотографировали, я насмеялась, было очень весело, потом меня обмотали, закрыли, в общем, всё у меня, надели такие огромные очки, так как рот обрабатывали, каким-то таким веществом, зубы обрабатывали, как песок, вот реальное ощущение, было песка во рту, как будто у меня полный рот песка, и это, наверное, было самое неприятное, потом я лежала, вообще там расслабившись, мне зубы ещё обрабатывали чем-то, потом такую капу прозрачную вставили, чтобы приклеить саму эту брекет-систему, потом я уже пошла, мне вырвали два этих зуба, и уже дугу установили, то есть всё это было очень просто, быстро, хотя врач намучился с установкой дуги, так как у меня один зуб, он даже не смог, в общем, на него приклеить брекет, он на него клеил брекет, потом уже, без капы, так как зубы вырывали, чтобы не повредить при вырывании, и не смог его приклеить, потому что он под таким углом кривой этот зуб, так что в следующий раз, когда я приду, то вот он мне приклеит этот брекетёнок, маленький на этот зубик, раз в месяц нужно ходить, там будут делать, я пока не знаю, что там я буду делать, по отзывам я начитала, что это либо смена дуги, либо подтяжка этой дуги, ну, посмотрим, что там будет дальше, если что-то упустила, то задавайте вопросы, что я знаю, на то отвечу, отвечу, а обо всём остальном, я думаю, мы поговорим с вами через год, или сколько мне там брекеты эти нужно будет носить, хотя я уже вижу изменения, вот две недели прошло, они, конечно, там, миллиметровенькие, какие-то изменения, но я вижу реально, что уже зубки чуть-чуть выравниваются, поэтому я настроена на лучшее, я рада, что я это сделала, и вам желаю того же, когда есть цель, я всегда это говорю, когда есть цель, найдутся средства, найдутся деньги, найдутся люди, которые вам что-то предложат, работу предложат, например, или там помогут вам деньгами, найдутся специалисты, которые выполнят свою работу на все сто, которые любят то, чем они занимаются, как у меня это произошло, только я задумалась о том, что неплохо было бы заняться своими зубами, нашла систематология отличная, кстати, кому интересно, в Краснодаре это стоматология Маланина, я лечила зубы у Елены Григорьевны, она главный врач этой больницы, получалось так, что у нее, конечно же, очень много пациентов, приходилось записываться на то время, когда она была свободна, поэтому вот у меня все лечение зубов, в принципе, затянулось всю весну и все лето, я лечила зубы, только вот в августе мы сняли мерки, и вот в октябре мне только поставили брекеты, то есть это было долго, относительно долго, просто если вы хотите чего-то, это придет, главное, когда у вас есть цель, когда у меня была цель действительно исправить свои зубы, чтобы я им радовалась, чтобы они были здоровые, красивые, тогда у меня все и случилось, когда я просто их ненавидела, ничего не происходило, и да, сейчас у меня вот эти два зуба временные коронки, то есть так не будет постоянно, вот, ну, вверху, да, которые зубы, так как изменится прикус, когда нижние зубы исправятся, то мне эти коронки уже, когда постоянные сделают, ну, по-другому, в общем, их сделают, поэтому я хожу с временными, ничего страшного, я стала улыбаться, и хотя зубы еще не идеальны, я просто стала улыбаться, потому что, ну, я же над ними работаю, я уже не закрываюсь рукой, там, не хихикаю, там, себе в руку, я даже на видео, наверное, заметили, улыбаюсь, ну, такая, какая есть, вот такая улыбаюсь, и вам желаю того же, улыбайтесь от души, пусть улыбка приносит вам только удовольствие, чтобы вы ее не стеснялись, все, если есть какие-то вопросы, задавайте, а я перейду ко второму вопросу, расскажу о том, как мы с мужем улучшили зрение, я об этом немножко рассказывала, в нашем прямом эфире, рассказывала о том, что мы пили в течение месяца каждое утро сок из морковки, и очень хорошо улучшили зрение, вот давайте я об этом сейчас поподробнее расскажу, сразу хочу предупредить, что я не буду приводить каких-то доказательных цифр, там, типа, у меня было минус 8, а потом я стала пить морковный сок, у меня стало плюс 5, или там было плюс 30, а стало 0, как у всех нормальных людей, нет, я не знаю, как измеряется зрение, я не узнавала этого, я не ходила к окулисту, потому что я практикую закон притяжения, каждый, кто хотя бы слышал о законе притяжения, меня поймет, потому что если ты пришел к врачу, тебе поставили диагноз, все, ты застрял, ты застрял в этом диагнозе, и ты начинаешь делать все, чтобы выбраться из этого диагноза, чтобы решить ту проблему, которая заключается в этом диагнозе, убрать этот минус, или там снизить этот плюс, или как там, я даже не знаю, как это все, ты решаешь проблему с диагнозом, а решить проблему, находясь на уровне проблемы, невозможно, понимаете, то есть я не хотела лечить симптом, я хотела убрать то, что вызвало эту проблему, я понимала, что большая часть проблем с моим зрением, я вижу только то, что передо мной находится хорошо, например, книжку когда читаю, там на столку играю, или на компьютере что-то делаю, а если я, допустим, иду по улице, то я вижу хорошо, в принципе, предметы, но не вижу, например, номер машины проезжающей, или какие-то буквы там вдалеке, то есть я не четко вижу далеко, а вблизи хорошо вижу это, чтобы вы понимали, какие проблемы, плюс у меня постоянно болели глаза, я просыпалась утром от рези, ужасной рези в глазах, такая боль, я продирала эти глаза, не могла их без умывания вообще открыть, такая же проблема была у моего мужа, и мы думали, что это связано с тем, что мы постоянно же находимся в тесной связи с iPad, с iPhone, с компьютером, по работе это делаем, и отдыхаем с помощью компьютера, смотрим фильмы, или там с помощью iPad играем в игры, то есть читаем, да, тоже там с экрана телефона, мы постоянно в этом, но я понимала, что большая часть проблем с моим зрением связана с психологическими проблемами, с тем, что я очень долгое время не хотела вообще жить, и, конечно же, я не хотела смотреть на жизнь, мне всё расстраивало, я там узнаю, там война, там убили, там застрелили, там денег нету, там люди от голода умирают, мне не хотела смотреть на это, поэтому, видимо, я какой-то блок поставила на своё зрение, и вот дальше своей, так сказать, личной какой-то конуры я не вылазила глазами, я не хотела смотреть на мусор, который валяется на дорогах, как-то вот, видимо, себя вот так вот, какой-то барьер поставила, ну и, конечно же, постоянное сидение в компьютере, в iPad, это всё усилило, всё это, ещё больше каких-то проблем создало, то, в общем, к чему я это? К тому, что все проблемы со здоровьем, ну ладно, 99,9% проблем со здоровьем вызваны психологическими факторами, поэтому, когда я просто разрешила себе смотреть на весь мир и понимать, что это просто мир контрастов, который вызывает во мне желание, эта фраза не моя, это фраза из «Закона притяжения», из старой Джерри Хиггс книга, то есть мир, который мы наблюдаем, который вызывает в нас какие-то противоречивые чувства, для этого и создан. Мы смотрим на что-то, на какую-то войну или на какое-то бедствие, и мы понимаем, что, о, этого мы не хотим, мы хотим другого, то есть то, что нам не нравится, помогает нам понять то, что нам нравится. Спутана немножко объяснила, пишите, если что, поговорим подробнее на эту тему, я просто хочу донести до вас то, что любую проблему можно решить, изменив себе какие-то психологические установки, чем бы вы там не болели, какой бы вам диагноз не поставили. И вот я сейчас читаю книгу «Сам себе плацебо», новая книга Джоди Спенза, вот уже почти половину прочитала. Это что-то потрясающее, как учёные, доктора исследуют плацебо, потрясающие результаты, то есть человек пьёт какую-то там пилюлю, там, допустим, сахар, там или мел обычный, но думает, что это лекарство, проводят тесты над ним, измеряют, как меняется его тело, химический состав, там, тело как меняется, или мозг как его меняется. Он пьёт мел, но думает, что это, допустим, лекарство, которое повышает давление, его давление повышается, к примеру, да, или он думает, что это обезболивающее, и он действительно не чувствует боли. к тому же, если врач даёт пациенту лекарства и верит, что это лекарство, происходит вообще чуть ли там не 100% вот таких чудес, представляете, то есть уже доктора, медики, учёные, они уже сейчас понимают, что дело не в тех веществах химических, которые мозг получает, а дело в вере в эти вещества, в вере, во что ты веришь, что ты и получаешь. Собственно, почему мы стали сок этот пить? Потому что как-то раз вечером, я помню, я сидела и читала книгу, я вам как-то в покупках показывала, это книга Гаральд Дорелли «Без лекарственной терапии. Рецепты Эдгара Кейси». Я фаната Эдгара Кейси, эту книгу уже раза три, наверное, прочитала. Эдгар Кейси – это «Спящий пророк». Обязательно про него посмотрите какой-нибудь фильм или книжку почитайте. Вы также влюбитесь в этого человека, как и я. Он впадал в такой транс и мог лечить людей в этом трансе, ставить им диагнозы, давать им советы какие-то. Он также мог видеть их прошлые жизни, кармические какие-то проблемы у этих людей и давал им, в общем, советы по поводу решения этих кармических проблем и решения проблем с физическим телом. Так вот, я читала эту книгу и я сидела как-то вечером и мужу говорю, во что ты больше веришь? То, что ты сможешь исправить зрение какими-то упражнениями? Ведь сколько книг существует разных методик по исправлению зрения с помощью упражнений, с помощью позитивных каких-то аффирмаций и всего такого. В это поверишь? Либо, может, ты поверишь в какую-то витаминную терапию, например, пить витамины или употреблять сок морковный. Я в этой книге прочитала, что морковь, она помогает зрению. Какие бы у вас ни были проблемы со зрением, если вы будете употреблять достаточное количество моркови, рано или поздно эти проблемы либо пройдут, либо хотя бы как-то в норму придёт в общем зрение. Либо ты веришь только в операцию. Мы думали о том, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения. И муж говорит, я верю в витамины, я верю, что нужно пить морковный сок. Я ему и зачитала из этой книги. Именно поэтому мы решили пить этот морковный сок, а не стали делать например упражнения. Так как я верю и в упражнения, и верю в морковный сок. Понимаете, вот это сила плацебо. Во что ты веришь, тем и нужно заниматься. Если вы не верите ни в какие витамины или что в морковке что-то содержится, что вам поможет, не делайте этого. Может быть вам проще поверить в то, что вы где-то сможете заработать хорошую сумму денег, которой хватит на лазерную коррекцию зрения. И вам этот вариант может быть будет лучше. А может быть вам будет лучший вариант просто ничего не делать, так как тот же закон притяжения и многие другие авторы, тот же Джо Диспенза, они говорят о том, что когда ты перестаёшь нервничать, перестаёшь испытывать стресс, когда ты не паришься ни по какому поводу, когда ты каждый день находишься в таком возвышенно, приподнятом, добром таком настроении, то твои проблемы сами по себе уходят, тело просто само восстанавливает себя. В этом заключается главная такая особенность, которую мы в принципе не пользуемся, которой мы даже не догадываемся, она может само себя исцелить. Даже вот тут, в этой книге, хочу прочитать вам такую цитату, которая мне очень понравилась. Любое исцеление происходит из божественного начала, которое внутри. Таким образом, если хочешь исправить физические или психические нарушения, необходимо изменить установку и позволить жизненным силам стать созидательными, а не разрушительными. Ненависть, злоба и зависть лишь создают яды в умах, душах и телах людей. Понимаете, то есть мысль всегда главнее, чем какая-то еда, допустим, или какие-то вещества. То, что вы чувствуете, то вы и получаете. Поэтому, когда вы перестаёте испытывать страх, ненависть, злобу, все вот эти вот качества, то тело само себя восстанавливает. То есть можно по этому пути пойти, да, например, очень много в книгах про закон притяжения об этом, также я оставлю ссылочку, ребята переводят семинары Эстер Хиггс, можете тоже их послушать, там очень много о здоровье поднимается вопросов. В общем, вы поняли, что мы выбрали морковку, мы пошли, в этот день. Купили соковыжималку, самую там обычную, 5 тысяч, по-моему, она стоила по акции. Мы купили эту соковыжималку, 3 килограмма морковки, пришли домой, я помыла, почистила эту морковку, и там хорошая такая соковыжималка, что можно чуть ли не целую эту морковку кидать, очень удобно. И нам так понравилось, нам понравился вкус этого морковного сока, что мы поняли, что мы сделали правильно, что нам доставляет это удовольствие. И мы решили каждое утро в течение месяца пить эту морковку, сок этот. И вот тут очень важный момент. Я когда об этом рассказала на прямом эфире, мне потом очень много девочки писали о том, что как же вы целый месяц выдержали, это же задолбаешься, эту морковку чистить, потом сок из нее выжимать, соковыжималку мыть, это штука заморочек, и зачем оно вам надо было, может лучше витамины какие-то так купить, или еще что-то придумать. Как набраться терпения вообще на все это? Я хочу сказать, что, во-первых, мы первым делом делали сок, вот только проснулись, сразу шли делать сок, мы ставили зажигательную музыку, я чистила, у меня такая штучка, сейчас вам покажу ее. Ну, я думаю, она у всех такая штучка есть, она у меня уже тут вся от морковки оранжевая, вот так вот, очень удобно ей чистить, или в Икеа, или где-то, не помню, если честно, где покупала, она здорово облегчает очистку моркови, в общем, я чистила, пританцовывала, муж тут рядом обрезал боковушки с этой морковки, нарезал ее пополам, мыл, мы вместе ставили эту соковыжималку, мы держали, так как там морковка, она же твердая такая, надо с двух сторон тоже соковыжималку держать, я ее держала, закидывала, муж там управлял, ей включал, выключал, то есть мы все это делали вместе, шутками, прибаутками, нам так все это нравилось, то есть мы испытывали от этого кайф, плюс под музычку классную, и как-то, знаете, это утро как-то заряжало, по-другому утро происходило, потом мы брали, я наливала в бокалы этот морковный сок, мы чокались, и я говорила, ну, давай, за твое здоровье, за здоровье твих глаз, я целовала глаза мужа, он мои глаза целовал, потом даже, когда к нам, допустим, сестричка мужа приезжала в гости, мы все вместе делали сок, то мы друг другу по кругу целовали глаза, как-то это нас объединяло, как-то дарило какую-то радость, и бывало, да, такое бывало, что морковка попадалась такая, что сок не очень вкусный был, мы просто добавляли туда, например, груши, нас родители тут снабжают грушами, небывалый какой-то урожай груш был в этом году, и мы просто добавляли грушевый еще сок, мешали, чтобы получать удовольствие от этого сока, понимаете, то есть, если вы будете себя запихивать в себя этот сок, он вам не будет нравиться, вы будете думать, надо, надо зрение улучшать, надо пить, там будете морщиться, это не принесет пользы, вы должны кайфовать от этого процесса, что бы вы ни выбрали, может быть, вы выберете упражнения для глаз, они вам должны радость приносить, то есть, я не хочу сказать, что все, все бросайте, сейчас все дела, бегите, покупайте соковыжималки, закупайте там тоннами морковку, пейте ее, и все у вас будет хорошо, нет, делайте то, что вам нравится, что вам будет кайф приносить, понравятся вам соки, пить каждое утро, хорошо, даже если вы там не заметите супер улучшений по зрению, веры вам в это не хватит, или как-то мало вам будет этого месяца, вы все равно поддержите свой организм витаминами, все равно это принесет какую-то пользу, так вот, говоря о результатах, я хочу сказать, что мое зрение еще не улучшилось, на 100%, я не стала сейчас видеть, все прям очень четко, но и у меня, и у мужа однозначно исчезли любые боли, то есть, мы теперь утром просыпаемся, и просто радуемся жизни, мне не надо тереть глаза, умываться, как-то вот так вот пытаться что-то как-то увидеть, у меня перестало, знаете, когда вот долго сидишь, и стаешь, голова кружится, от того, что ты там долго сидел в одной позе, что-то там делал, вышивал, например, потом ты идешь в туалет, и у меня вот такое бывало, все плывло перед глазами, у меня это все пропало, вообще никаких проблем, вот болевых, да, или каких-то помутнений, там, с глазами нет, плюс я стала видеть, ну, как бы это же заметно все равно, да, пусть я не знаю, там, плюс или минус, что у меня там улучшилось, но я стала видеть лучше намного, то есть я сижу на том же месте, я уже вижу намного лучше картину, которую я вышла, которая передо мной находится, я уже книгу дальше держу, или там телефон, я уже дальше намного держу, я понимаю, что все еще впереди, просто надо продолжать, либо ту же морковку пить, мы иногда пьем, уже не каждый день, когда встретим хорошую морковку, продажи, всегда покупаем, всегда пьем, вот, наболтала вам моя главная мысль, делайте то, во что вы верите, в результаты чего вы верите, и тогда вы будете находить этому подтверждение, если вы поверите, что вот морковный сок, там, улучшает зрение, вы будете искать информацию об этом, она к вам будет приходить, вы будете видеть, что, ага, тот улучшил, тот улучшил, значит, у меня все получится, поверите в какие-то упражнения, например, вы будете об этом искать информацию, она сама к вам будет приходить, притягиваться, какой-то знакомый вам скажет, а ты знаешь, я вот по этой методике улучшил зрение, как мне сейчас, мне постоянно все начинали говорить, я никому не рассказывала, что я пью там морковный сок, но все мне начинали говорить, а ты знаешь, что морковка полезна, но там нужно добавлять в неё ложечку сливок или там масла, то есть люди даже не знали, что мы пьём морковный сок, а вот так вот нам рассказывали, какие-то советы давали, хотя мы никаких, кстати, ложечек сливок не добавляли, в книге об этом я не нашла прям уж таких советов, что нужно это делать, потом просто пили сок, наслаждались, я не превращала это в какое-то медикаментозное лечение, это нам приносило удовольствие. Конечно же, я буду делиться с вами и дальше своими результатами, у меня есть о чём вам рассказать по этому поводу, как с помощью изменения своих мыслей, своих установок, изменить своё тело, здоровье улучшить. Я готова на эту тему общаться, поэтому сейчас я с вами попрощаюсь до следующего видео, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите. До новых встреч, мои дорогие! Пока-пока!